привет youtube сегодня видео про заднюю подвеску quattro ну как ремонт не ремонт меняю задний правый рычаг вот расскажу что тут из чего как состоит может быть кому-то полезным будет как что откручивать все где надо что не надо в общем я уже открутил стойку вот если кому потребуется стойку кто поменять что можно легко откручиваем только стойку вот здесь вот нижняя часть стойки крепится он здесь такой еще пыльничек через который датчик abs проходит вот болт вынимаем ничего ничего не падает никуда вот просто так вот даже заклинило там немножко вот значит и потом вверху откручиваем 3 гайки на 13 вот стойку опускаем чуть ниже вот и потом через арку вверх вынимаем принципе проблем никаких ну сейчас я покажу из чего стойка как там состоит ну вот на стойках разборе разобранном виде сам амортизатор надо было не на свет выйти видно так амортизатор пружина вот эта чашка с амортизатора она снимается вот но есть амортизаторы которые продают просто значит амортизатор без чашки есть идут в комплекте с чашками вот она как бы снимается тут поворачивается потому что вы пружину можно пружину поворачивать можно верхнюю опору там как бы чтобы право и слева они вообще идентичны и вот различает только тем что вот на правой стороне вот так вот чашка стоит вот а на левой стороне она вот так стоит вот так вот болты расположены и все вот ну вот эта опора вообще их три вида бывает на ну как на шестых а на сотках они различаются вот это вот у меня такого типа стоит но вот это перед переделанная здесь должна быть такая резинка целиковая в которую вставляется отбойник вот он в эту прорезь как бы он самой резинки стоит вот этой вот этой чашки здесь не должно быть это другого комплекта потому что резинка как бы здесь порвана и пыльник не держался вот я как бы так сделал ну теперь я вообще переделал перебрал полностью вот еще амортизаторы бывают вот здесь вот здесь резьба идет прямо от начала да а есть такое утоншение без резьбы вот и дальше только через сантиметр примерно полтора то начинается резьба вот они собираются здесь такая должна быть проставка такой столбик сначала одевается столбик потом шайба но почему-то в каталогах шайба идет под ним вот потом шайба потом уже опоры чашка и пыльник так и вот это сверху гайкой затеется разбирать можно одному задние пружины они не сильно нагружены даже бывают машины которые у них сильно пружины просели и на вывешенных колесах пружина даже до чашки не достает не достает то есть она вот так вот отходит вот с такими короткими ну а собрать можно если есть напарник просто даже не стягивая пружину один на чашку сверху надо и вторую гайку наживить в общем-то простойку простойку все здесь вот я стойки уже перебрал там прекрасно видно что такая вот целиковая верхняя подушка вот и не крепится отбойник и уже с ними крепится пыльник вот ну что тут сказать про подвеску вообще подвеска видны надежно не знаю мифы всяких ходят что вот там квадро блин брать не брать не стоит задней задней подвески проблемы тут единственная проблема две проблемы вот этот верхний рычаг выходит из строя на том конце шар в этом конце плавающий сайлентблок вот и вторая проблема в кулаке ну вот я сейчас его сниму покажу вот этот болт крепится через сайлентблок к рычагу к рычагу он крепится вот в это место вот это единственный сайлентблок который здесь разбивает как правило вот все остальные но я сейчас сниму и старый рычаг я уже все болты вот открутил там ну как бы еще не снял да здесь дернул болты вот и покажу что в каком состоянии вот ну что еще сказать а вот как редуктор я еще как крепится редуктор висит на такой баб балка типа подрамник балка вот к ней же крепится рычаги это он одним концом висит и с той стороны еще одна опора вот ну вот этот рычаг я уже поменял тут верхний нижний стойку тоже перебрано вот здесь я еще менял сальник здесь сальник тек вот сейчас я покажу сальник но в общем-то операции все такие же чтобы для удобства можно снять и рычаг если уменять обычно у редуктора две проблемы это левый сальник и сальник передний где кардан уходит я сейчас покажу сальник уже купили тоже вот здесь он течет вот надо будет поменять вот и после замены надо будет выставлять уровень вот сливные пробки я сейчас сейчас я покажу попробую они видно вот рядом рядом с приводом пробка под шестигранник это заливная пробка и уровень а сливные 2 они находятся вот здесь вот одна вторая значит но сальник менять естественно вот здесь вот такой из пыльничек надо вот этот болтик на 10 открутить и он тот тут на 10 болтик открутить чтобы удобно было себе руками помогать залезть вот такой пыльничек он просто прикрывает ручника и сам привод гранату гранату надо открутить естественно вытащить привод и тогда уже сальник меняем сальник выглядит вот так здесь такой большой сальник здесь еще оригинальный сальник стоит я нашел на нем есть тут колечки ауди ну потек вот эта беда редуктора левый сальник и передний правый течет не течет ну как никогда может кого-то и течет на многих машинах он уходит практически на всех откручивается кулак полностью откручивается привод вот привод лежит вот кулак от него все откручивается снимается суппорт суппорт вот он висит вот но стойку можно не откручивать но не знаю тут три болтика она крепится на трюботском 13 вот чтобы удобно было работать и не долго снять вот откручиваем меняем сальник сами здесь стоит большой сам сальник вот он лежит вот сальник огромной размеры имеет тут такие 72 122 10 дробь 13 я не знаю 10 дробь 13 что такую 10 ширина может быть так это внутренний диаметр внешней толщина на почему через дробь вот его номер карте к фильм фирма но либо оригиналу либо карт это там как бы вариантов немного вот нижний рычаг крепится в этом месте подрамнику на нем же висит задний редуктор и вот в этом месте вот они три шпильки немножко ржавая подмятая вот крепится кузову в двух местах и в двух местах крепится к поворотному кулаку вот все ну тут флянец как бы я тоже открутил уже здесь как на кардане там наш усов внутренне вот такими вот такими крепится скобами вот болт который крепит флянец вот откручивается вытаскивается я вот здесь немножко отмыл все в масле было капец какой-то вот еще у него такая есть в этом привода вот такая вот защита вот она в таком вот виде все тут было в масле масло с грязью так сказать вот ну на сейчас если не сядет телефон сейчас я попробую вытащить флянец вытаскивается и должно потечь масло масло нефига не потекло тут все тут какой-то бля херни в какую-то мазут вот сами клина по кругу ставит огромные широкий сальник так масло нет это плохо масло нет надо будет доливать насчет масла кстати тоже масло либо оригинал либо нифига там по моему заменитель на него нету не фэби ничего ничего такого так как это шайбочка вне какая-то шайбочка на конце прилипал не знаю что за хрень почему она что-то прилипал в общем то вот такая вот замена еще тут есть вот такая вот пыльник защита бензобака вот чтобы этот болт рычага открутить я надо немножко снимать ослаблять чтобы той стороны было удобно держать болт закручивать вот ну и ладно сейчас я сниму кулак покажу сайлентблок запрессовку потом еще немножко информации будет так вот я снял кулак сайлентблок под который я говорил он раз в хлам короче вот натерто от от болта часть страна это скрипела как телега вот втулка это втулка сайлентблок она здесь осталась на рычаге гербе вот на что тут вот эта втулка тоже вылезла это сайлентблок порвался по кругу те сейчас я посмотрю когда откручу еще покажу ну чтобы вот снять вот что откручена граната откручена верхний откручен снят суппорт их стойка все это для того чтобы снять кулак вот таким образом выпрессовывать сайлентблок ну резина выпала напрочь вот отверточка как по которой можно убить сейчас буду наружную обойму выливать и забивать сюда новый сайлентблок да именно забивать потому что пресс там видно на просвет вот эта часть мешает с этой стороны здесь вот эта меч мешает часть этой стороны короче его ровно никак пресс не поставить вот но он элементарно заходит при помощи молотка и болта вот таким способом забиваем я уже почти забил сюда ложим шагу которая проваливается сюда шагу которая бьет и по внутренней части и по внешней вот и прижимаем на ловку удлинителя забиваем ну идет достаточно нормально вот сбивается ну вот пока прессовался лентблоки туда-сюда не заметил что то есть наоборот начал все примерять подгонять порвался пыльник на внутренней гранате пришла беда блин откуда не ждали еще сейчас будем менять есть ремкомплект такой фебе делает смазка пыльник прокладка и болты еще есть вот как разбирается вот стопорное кольцо вот и он снимается потом надо будет промыть набить новой смазкой вот вот видно что вот железный вот этот корпус сюда оденется и принципе все будем ставить обратно и забыл снять уже собрал колесо поставил но в общем то пыльник ставить новый вот там пробочку сливную приготовил после того как сальник поменяю кардана вот надо будет уровень масла выставить вот сейчас короче чё тут резина новая на сход развал машинка поедет вот а чё хотел сказать когда я попасть поставить и рычаг до кулак вот эти все это стойку мне надо сначала прикручивать вот этот этот болт не прикручиваем вот или поднимаем как бы до уровня я изначально померил что у меня от арки до центра ступиц 40 сантиметров вот я на такую стойку задираю рычаг на такую высоту сдираю рычаг вот закручиваю все свин блоки вот этот там вот эти кто что в рычагах вот это то что разбивается вечный вот он вот он шляпка должна быть как она там натерла короче место вот и затягиваю и потом только уже на это вниз оттопыриваю рычаг и прикручиваю стойку но вот на саленблоке ну потом я тоже пытаюсь но подъемника она может рухнуть принципе можно поехать когда поехать на отсход развал там попросить там живу на яме всегда делают или на подъемнике на котором машина на колесах стоит вот можно попробовать попросить чтобы открутили болты прослабили то потом обратно затянули вот чтобы саленблоки были нормальным рабочем состоянии ну чё вот на очереди на очереди сальник сальник кардана или хвостовика редуктора не знаю как хвостовика нами редуктора все в масле вот будет след следующим номером наши программы по этой машине все всем удачным дорогах пока